Никита, привет. Всем привет. Слушай, значит, давай расскажу предысторию. Предыстория такая, приезжает к нам вчера Леха. Вчера, поздно вчера ты приезжаешь. Да, вчера мы напиваемся, но вчера ты приходишь ко мне в кабинет. Я говорю, Лех, короче, смотри, тормозят жутко запросы к базе данных. Эс, значит, садится рядом, говорит, ты ничего не знаешь. А Леша, подожди, а Леша для тех, кто не знает, он еще автор Джипа Абади. И говорит, ничего не знаешь. Давай, где у тебя тут твиттер? Открывает твиттер, там находит какой-то твит и начинает... Не-не-не, стой, подожди, ты потом свою версию расскажешь. Вот. И, значит, и такой, говорит, вот смотри, вот так вот, сколько здесь, значит, в этом коде запросов, там такой твит. И я там начинаю что-то рассуждать, говорит, да-да, только все не так, здесь не то, здесь не то, здесь пять, а если здесь еще написать транзакшнл, так вообще будет два. Да, и не find by idea, get by idea. Да, и не find by idea, get by idea и так далее. В этот момент я понял, что я вообще ничего не знаю, мне надо явно идти на доклад Никиты. Нет, безусловно, Никита, у тебя сегодня во сколько доклад? 20 часов сегодня доклад. Вот, это очень хорошо. Доклад будет используем транзакшнл like a pro. Я вот не понимаю. А кто профессионал? Вот это интересный такой вопрос, мы вот привыкли говорить в IT-мире профессионал. По мне, профессионал это человек, который получает за свою деятельность деньги, вот за то, что он делает. Ты получаешь деньги за использование транзакшнл? Да, безусловно. А ты? Конечно. Я больше всего скажу тебе, я получаю деньги, ты даже не используешь транзакшнл. А если не используешь транзакшнл? То есть, типа, профессионал человек, который просто делает что-то за деньги. Но он может делать это и плохо. Ну, чисто теоретически. Как я. Ну, если кто-то согласен за это платить, почему нет? Так вот, история была на самом деле такая. Леха говорит, я вообще не ставлю транзакшнл. Типа, нафига? Оно и так работает. Иногда бывает. Да нет, оно работает всегда. Что проблема-то? Ну, сегодня посмотрим в докладе, когда это может работать, когда не может работать, когда он помогает, когда вредит, какие накладные расходы с собой приносит. Ну, там же как, там же возьмет этот дружище-то наш Spring Data и сама даст нам транзакцию, если ее нет. Нет, ну, она даст, конечно, но вам же нужно как-то транзакциями управлять, а вдруг параллельные транзакции идут, они начинают обновлять одну-то уже запись. То есть, вам нужно как-то ими управлять, то есть, либо очередь выстроить, либо что-то надо с ними делать. То есть, блокировки какие-то применять. Иначе они будут просто перезаписывать друг к другу. Еще такой вопрос, вот здесь написано транзакшнл, а пэккаджи не написано. Мы про какой транзакшнл будем? Джавакс? Джаккарта? Ну, да. А то там на целый параметр поменьше. Я знаю, люди не тот транзакшнл добавляют, и все, и удивляются потом, что не работает. Потому что ты к Байдунгу заходишь на сайт, там просто написано, собака, транзакшнл. Какой транзакшнл, где его взять? Вот я обожаю вот эти стуреалы, в которых все хорошо, только ты в идее потом нажимаешь, что-то там, alt-enter. Он тебе такой, 45 тысяч выдает, какой ты разошел, ты хочешь? Выбирай. Ну, и там дальше можно прикинуть, одну в секунду, 45 тысяч в секунду, и ты что-нибудь подберешь. Ну, там рандом. Я знаешь, как вышел из этого? Я разные ставлю. Значит, это тоже доклад про спринг. Почему это не написано прямо в названии доклада? У нас очень любят доклады про спринг. Вчера много людей приходило. Ну, чуть-чуть можешь рассказать, как... То есть, вы на спрингах? Да. Пишем... Ну, у нас основной развод на спринге, на Java, на спринг. А что рассказать поподробнее? То есть, что интересует? Ну, меня вообще интересует... Просто, чтобы исполнить, почему не Quarkus? То есть, мы просто с Лехой, большие специалисты по Quarkus в прошлом году здесь интервьюировали Андрея Беляева. Он нам не объяснил, зачем это нужно. Ну, как он не объяснил? Мы свое дело сделали, Андрей больше не пишет на Quarkus. У меня вопрос просто на самом деле про транзакшнл. Я понял из нашего разговора. Давай уже, может, мы перестанем над друг другом издеваться и поспрашиваем Никиту немножко. У меня вопрос следующий. Как мне Леха объяснил, можно жить с транзакшнлом, а можно без транзакшнл. И пока что Леха меня не убедил, что нужно жить без транзакшнл. Что нужно обязательно транзакшнл. Ну, да, я понимаю, что там перформанс бывает по-другому. Но если я просто цикл аккуратнее напишу и сделаю save all вместо save, у меня работает. Не нужен мне ваш транзакшнл. Я не понимаю. Расскажи мне. То есть транзакшнл же нельзя. Объясни, может, вообще транзакшнл есть всегда, просто иногда ты его не сам писал. Объясни мне. Я не понимаю. Ну, в общем, все зависит от того, какая у вас цель. То есть если вы хотите обновлять данные по очереди, они летят из разных источников. То есть у вас там, грубо говоря, к разговору о Quarkus, о Spring Data. То есть вы сервис написали, запустили его, он вас в OpenShift засунули, к примеру. У вас он работает в несколько пот. И данные откуда-то получает. Пускай он из Kafka получает или из Arista получает. Данные могут лететь асинхронно. То есть может сейчас прилететь одна часть данных через какое-то время, другая, по одному пользователю, по-разному. И заранее это не перескажешь. То есть можно, конечно, придумать определенные оптимизации на Kafka сделать, чтобы данные по одной entity летели только в одну партицию, одного топика, и один консер будет их читать. И тогда вроде бы все неплохо. Часто такое не получается. То есть может данные другого типа прилетят по тому же пользователю, или там еще по какой-то entity. И в конечном счете получится так, что они прилетят и могут начать обновляться, записываться в базу параллельно. И если мы транзакшн не используем вообще, в принципе, никаких блокировок не используем, ни оптимистических, ни оптимистических, при записи в базу у нас одна пода, грубо говоря, запишет строку в таблицу, и вторая пода запишет строку в таблицу, и перезапишет ее. То есть такое может случиться. Last wins, последняя выигрывает. Последняя выигрывает, да. А как транзакшн поможет? Тут вопрос, что мы будем использовать. Мы можем настроить изоляцию, можем блокировки построить на транзакциях. То есть у нас одна транзакция началась, обновилась, вот после того, как она завершилась, только следующая начинает работать. Если будем... Да так все равно Last wins. Ну, мы же будем... Первая отыграла свой там марш, да, вторая начала играть, и взяла, перетерла все, что первая натворила. А, да, здесь уже другой вопрос. Ну, либо отлетела по таймауту, в лучшем случае. Ну, либо отлетела по таймауту, либо по эксепшену по какому-то свалилась, да, и мы там ее попробовали перезапустить. Тут уже вопрос, ну, как мы обновляем? Исключительно обновляем? Или мы берем данные, считываем их, и что-то в них уже меняем? То есть, вот тут нужно тоже понимать, что мы делаем. Если мы прямо, вот у нас в Kafka как-нибудь прилетело, мы сразу ее в базу записали. А в другой топе Kafka другие данные прилетели, и мы их тоже записали. Получается, мы в одном случае там первые колонки потеряли, в другом случае вторые колонки потеряли. И так будет постоянно вот это вот качели. Ну, да, 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 да. Будет частичный перетер. А нам нужно как бы соблюсти вот все это дело. То есть, если вот мы говорим о такой ситуации, то нужно явно что-то придумывать, а там по хорошему архитектуру. Ну, да, вершин поставим. Но опять же, у нас будет версия одна, мы обновим, придут другие данные и опять обновят. Но опять же, либо нам надо динамически обновлять все эти поля, то есть, чтобы не перезатирать их на ламе. Вот. То есть, нужно что-то опять же придумывать. Так вот, транзакции в данном случае могут потребоваться. То есть, хотим мы блокировку на весь ряд поставить, да? То есть, или еще что-то. В любом случае, как мы будем вот это обновлять все, если у нас параллельно все это летит без транзакции. Хорошо, вершин поставили. Ловим exception, да. Ловим exception и ретраем. Ну, да, это в принципе вопрос. Или не ретраем. Ну, или не ретраем. Можем там сохранить в историю и потом... Да, да, да. Или там отправить просто какую-то сущность создать и сказать «Вот, пожалуйста, отревьюй какого-нибудь человеку». Да, да, да. Ну, можно и так сделать. То есть, я это тоже покажу сегодня. Я сегодня покажу и вопросы без транзакций, как можно что-то сделать. Но опять же, тут вопрос, где будет быстрее, где будет медленнее. То есть, порой вот эти ретра, они могут стоить очень дорого. То есть, и, грубо говоря, там, грубо поставить транзакцию там в ожидание на какое-то количество времени будет дешевле, чем использовать... Слушай, а вот какой признак? Вот, допустим, ты ревьюешь код? Да. Свой? Ну, и свой тоже. И он всегда идеальный. Нет, конечно. Значит, вопрос такой. Вот какой признак для себя самый важный, что ты вот смотришь код и думаешь, вот этот человек, который писал тот код, вот он вообще не понимает, как работает транзакционал. Вот сколько-нибудь таких паттернов, за которые вот просто, ну, прям видно. Здесь плохо. Ну, вот самое, наверное, прикольное, это когда вот транзакционал стоит, но стоит над репозиторным методом. Притом на обычном методом, тем же самым gph каким-нибудь. То есть, это не какой-то native query, который делает апдейт, который нужно пометить там. Ну да, модифайд. Модифайд. Модифайд и поставить транзакционал обязательно. Кстати, если кто-то не знает, что надо ставить модифайд, jpa.buddy будет инспекция. Все на самом деле. Да, да, я на самом деле вот, да, вначале. Плагин этот установил только недавно, попробовал, интересно, удобно. То есть, обычно все это делал руками. Вот. Суть в чем? То есть, вот видишь вот такое, значит, ну, человек подумает, что просто ляпну и все. Да, то есть, да и в принципе, даже вот над этот модифайбл не обязательно ставить в репозиторном методе. Он можно увести вверх. Другое проще, что если ты запускаешь откуда-то из лямбды, или там просто пускаешь этот метод в отдельный поток. То есть, и все. То есть, туда как-то уже ее, ну, не всунешь. То есть, либо в этом отдельном потоке в лямбде выражение целое его запускать через там transaction template или что-нибудь такое делать. Проще просто ляпнуть ее в репозиторию. Окей. То есть, тут ничего проблем нет. Да, да. Есть такое вот расхожее мнение, но как-то с ним согласен, что транзакшнелом как бы репозиторий не испортишь или сервис. Ну, как сказать. Надо над классом поставить, а потом над методом еще. А, я просто человек, я ставлю, я вижу сервис, ставлю транзакшнел. Нет, конечно, это неправильно. То есть, надо, ну, на транзакции при создании, вот эту аннотацию мы поставили, что мы изменили, да? Ну, вроде бы, походу в базу нет, и нет, как бы фиг с ним. На самом деле, не так. То есть, при старте транзакции у нас запускается некоторый код еще. То есть, оборачивается. Во-первых, у нас метод уже не сам вызывается, а вызывается его прокся. Во-вторых, запускаются дополнительные вызовы идут. Они вплоть до, мы, например, используем hibernate, там, gpa, да, и у нас вплоть до connection pool идет соединение, идет запрос, и мы можем выхватить из connection pool соединение. То есть, опять же, это происходит, я вот сегодня расскажу, почему. Хорошему такого быть не должно. У нас, вроде, нет, допустим, даже обращения к базе данных. Но соединение выхватывается. Почему? Начинаешь разбираться, а она ставит autocommit false. То есть, она в самом начале соединение берет, autocommit ставит false, и после этого работает. А соединение уже выхвачено, ну, да. А в базу мы не ходим. То есть, ну, расходуем из connection pool соединение. А вдруг нам вот таких запросов придет 200 сразу. И мы сразу, там, дефолтное значение, 10 пуллов у нас, мы их всех раз и выхватили. И пока наш метод не закончили, который в базу не входит, мы их не отпустим. Знаешь, у меня какой есть вот такой вот прям индикатор, что что-то не так, что человек не очень допонимает. Это когда ты видишь метод, помеченный transactional, там меняется какая-то сущность, а потом у репозитория зовется save этой сущности. Ну, да, есть такое. И в этот момент появляется такой страшный момент, что ты думаешь, что человек вообще где-то писует другой код, мог подумать, что если он не вызовет save, то ничего не поменяется. Ну, понимаешь, save это надежно. Вот если у тебя поведение, которое прозрачное... Как швейцарский разбор. Конечно. Вот у тебя есть, бывает надежно, а бывает ненадежно. Он такой думает, ну если я не поставлю, ну хрен знает, что там будет, понимаешь? Вот это мы как раз про это и разговариваем. Вдруг не сохранит. Вдруг не сохранит. И все. Не, ну там же, понимаешь, чем дело, transaction очень легко пересолить. Ну, понимаешь, ну как бы я же сам, вот я зато пацаны придут, спросят, где save? Ты говоришь, вот save. Все. Ну просто так можно дожить до консессионной вью. Нет, понимаешь, объяснять надо, что за тебя все делает transaction, что у тебя там менеджет, не менеджет объект, там туда, зачем все это? Вот такой, кстати, интересный вопрос недавно прилетел сам собой. Метод transactional, да, я не знаю, будет у тебя это в докладе или нет, но просто я обратил внимание на то, что я никак об этом не думал, да. У тебя метод transactional и в конце метода пишется, короче, что-то типа entities were successfully updated или done, have been successfully updated. Это тоже ошибка. Нельзя сделать это в репозиторном методе, потому что транзакция заканчивается. Нет, не обязательно репозиторный сервис. А? Сервис, это сервис. Ну сервис, ну окей, то есть нам нужно понимать, когда транзакция закончилась и только после этого принимать решение, обновился или обновился. А вот как? А вот как тогда сделать? Как отлогировать? Вот у меня есть метод. Он обновляет. Что можно обновлять? Ну что-то он обновляет. В общем, например, я не знаю, тарифы какие-то, да, на там, кредиты. И как нам отлогировать, что они действительно были обновлены? Действительно были. Ну, во-первых, ну ладно, если исключение выкинулось, во-первых, исключение выкинулось, а на роллбэк не ссочно. Мы можем статус транзакции попробовать получить. То есть, где? А оп же его полностью вот так облизал весь этот метод. он уже, а оп у нас, вот и я прибалдел. Транзакцион менеджер только зависит. То есть, казалось бы, можно там как-то на опе накрутить, но не все хорошо, потому что у тебя транзакция может подсосаться более верхняя, потому что она у тебя там пропагейшн у нее реквайрд, она получает сверху, и потом та транзакция где-то падает. Где-то упала, откатилась, все. И грусть, печаль. Да. Вот, поэтому даже на опе там не получается ничего строить, и следующее это транзакшн-листнеры, транзакшн-эвент-листнеры. И тогда вроде бы на коммете, там можно кинуть ивент. Короче, мне кажется, что проще не писать ничего, да? Да, да, да. Вот, я к этому пришел. Не надо писать такие логи. Не надо. Ну вот зачем? То есть, посмотри, история такая, ты пишешь. Смотри, логи есть, а в базе нет. Нет, смотри, это первая проблема. Вторая проблема, это то, что вообще, вот когда ты пишешь этот лог, что ты вообще хочешь? Что ты хочешь сказать-то? Смотри, я был одесс, я написал, смотри. Да, они апдейтед. Случай, если у тебя все свалилось и они не сохранились, ты что будешь искать? Отсутствие этой записи в логе? Подожди, у тебя еще... Искать отсутствие, это такси-идея. У тебя еще всякие записи в кэши, всякие ладин. У тебя еще сверху в транзакции может покаять другой транзакции. И там вообще как бы... Ладин, кстати, это один из способов пересолить транзакции. Очень хорошо. Растет, 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 пухнет, пухнет, а потом вылазит за сервер. А потом память заканчивается, да? Да. И все. Печально. Какие еще у тебя практики есть такие, что ты смотришь и думаешь, что вот... Пора увольнять. Ну да. Вся. На самом деле, вот про сейв в конце транзакции, да, это понятно, что так вышло, но может быть такое, что разработчик мейнтейнил код и понял, что тут транзакции не хватает. Он ее добавил, да. Но он, видимо, не дорефакторил и не удалился. Такое бывает. Вот. То есть, ну, просто проглядел ее где-то, да? То есть это... Ну, не знаю. Я бы это не считал прям каким-то замечанием. Это не замечание. Это... Есть ощущение, что... Что не допонимает. Ну, понятно. Но просто мог упустить. То есть, как бы, можно заметочку написать, а дальше посмотреть на его комментарии. А вдруг он скажет, ну, как же мы тогда сохраним? Тогда уже вопрос. А если, как бы, он не заметил, да, понятно. Вот. Я буквально недавно какой-то сервис переписывал. Там нужно было в несколько потоков запустить два разных вызова просто. Я что-то как-то тоже глаз замызал. Два раза один тот же сервис вызываю просто. И все. Не заметил этого просто. Ну, это уже под вечер, скажем так, под утро. Под вечер. Семь утра. Вторник. Ну, и на полареквесте... Суббота. Ну, и на полареквесте мне уже там пишут, а зачем мы два раза здесь что-то вызываем? Я говорю, блин, действительно, зачем? Вот. Что-то вот можно такого заметить. Не, ну, вот просто из практики самая дичь какая-нибудь, которая попадалась. Ребят, а давайте мы это скажем нашим замечательным участникам, кто нас сейчас смотрит. Ребят, если у вас какая-то дичь была с транзакциями, напишите нам, пожалуйста. Да, да, попробуем расковырять, кстати. Попробуем понять, да, что это самое. Если у кого-то сейчас проблемы есть. Если у кого-то транзакция подвисла, ребят. У нас, да, у нас здесь... Пишите. Да, у нас здесь профессионалы собрались. Доктор Танзакшн. Хорошо. Ну, это первый твой опыт на конференции, да, будет? Вообще, да. Да, даже не только на G-Point, в принципе, на любых конференциях. А ты раньше ходил хоть хотя бы, ну, просто посмотреть? Посмотреть, естественно. А вот на... С какого года? Недавно. То есть, вот, если взять мою разработку, а я в разработке на Java вообще не так давно, в основном только онлайн что-то смотрел, ну, плюс еще ковид, все дела. Вот. А так вот, наверное, год с 19-го. То есть, недавно. С 19-го года. То есть, ты смотрел, смотрел и решил, что, ну, пора. То есть, тут как... Или ты, знаешь, такой смотрел доклад такой, типа, вот я все доклады почти могу сделать лучше. Нет, не совсем так. Если прямо вот в истории, как решил пойти и выступить, скажем так, мой руководитель в какой-то день говорит, слушай, тут скоро прием заявок на G-Point, там, начинается, заканчивается. Сходи, расскажи что-нибудь там интересного. А, то есть, ты по принуждению? Нет, не то, что по принуждению. Я такой думаю, ну, дай посмотрю, что это вообще такое G-Point. То есть, я тогда вообще, в принципе, не особо знал. Да, открываю, смотрю, о, интересно. Нет, я слышал много докладов там Евгения Борисова там. Вот. И вот такой G-Point. Интересно. Ну, дай напишу, а что написать? Вот. А что, с чем последним сталкивался? И понял, что вот буквально недавно несколько проблем вот с транзакциями устранял. Ну, и думаю, дай мне напишу вот такую тему. Ну, расписал, подал заявку и вот мы пообщались с куратором. Ну, говорит, да, тема интересная, реально много кто запускает ошибки. Владимир Ситников, да? Владимир Ситников — это мой эксперт. А, да, Володя, Володя экспертом. Кстати, вот это уровень. Да, я почитал его заслуги, почитал, чем он занимается. А изначально мы общались с Дмитрием, Дмитрием Александровым. А, с Митей. А, с Митей, да. Вот. И вот он сказал, да, что это вообще популярная тема, хотя мне лично казалось, что как бы, ну, все настолько рожевано, все, в принципе, должно понятно быть. Вот. И, как бы, ну, может быть, это будет даже неинтересно. Да, вот. Но потом даже Дмитрий говорит, непонятно, интересно и особо не раскрыто. Там, видишь, какая штука? Там простого рецепта нет. Шахматы — простая игра, но ходов слишком много, и результат всегда непредсказуем с этой точки зрения. Наверное. И здесь то же самое. Получается, что, как бы, кейсов миллиард, есть очень спорные, например. Согласен. Слушайте, а у меня вопрос, мой любимый, на самом деле. Я просто сидел и ждал, пока его задать. А насколько, вообще, ребят, по вашему ощущению, мы можем положиться на то, что нам обещает спецификация, и насколько мы можем положиться, ну, то есть, и насколько мы, на самом деле, не можем положиться, я в каком смысле. Господи, нам надо реально, как бы, пытаться понять, что происходит внутри. Потому что все наши с вами разговоры, вот эти вот, нужно ставить там транзакцию, не нужно, нужно писать сейв, не нужно. Это все некоторые разговоры по поводу того, что попытка понять, а что за всем этим стоит. Потому что понаделали аспектов, понаписали транзакции, понаделали каких-то там, значит, объектов, на которых ты там, репозиторию каких-то понасоздали. Это все какая-то, значит, долбанная магия, которая как-то под капотом работает, ну и вроде работает, ну и вроде даже ничего знать не надо. А потом такой, хопа, здесь не сработало, там лог написал, в базу не прилетело, да? Ну, это в этом прелесть же, да? В этом же прелесть. Может, сначала везде транзакционов понадобятся. Management by exception. Есть проблема, будет решение. А зачем писать транзакционов везде, когда можно не писать транзакционов, на одну строчку меньше надо, Да просто, ну ладно. Не пиши, все. Это потеряно. Wasted. Почему? Потому что импорт надо добавить. Ну, ладно, N плюс одну, хорошо, да? На N вызовов, да, одну эту самую. Нет, ну правда, вот я пытаюсь понять, на самом деле, вот где граница? Вот что мне еще нужно понимать, например? Вот у меня, типа, не знаю, Spring Boot какой-нибудь, 2, 6, что-нибудь там, 8 какой-нибудь. А, значит, там, и все, что он тащит за собой. Значит, какой-нибудь Postgres, там, не знаю, 12-й, например. Вот. И как бы, и все. Ну, и какой-то там, какие-то там ребят помогли мне там скрипты развернуть в кубере. Там я вся и там фигачу себе. Знаю, что вот если я так-то назову веточку, то, значит, оно на этот сервер пойдет. А по-другому назову, оно на другой сервер пойдет. И все. И мне норм. И мне норм. Ну, норм. Если тебе норм, то ты все хорошо сделаешь. А вот что, вот как бы, вот в какой момент начинается история, что, значит, и что-то не работает, естественно. Все норм пока работает. Но и возникает такая история, что для того, чтобы знать все, нужно знать все. Для того, чтобы понимать, что не работает и это, и это, и это, и это, и это, надо знать все, на самом деле. А знать все невозможно. У меня вопрос, где граница-то все-таки? Что нужно знать, а что уже как бы необязательно? Смотри, перезадам вопрос, Алексей. Спека first или practice first? Если мы говорим про технологии, то есть документация к технологии или мы говорим про написание программы, то есть когда есть спека к написанию программы? Ну мы сидим там, говорят, дружище, вот у тебя будет спринг, вот здесь есть транзакции. К технологии. Что надо делать? Читать или писать? Да. Ну тут надо немного того, немного этого, потому что надо понимать, во-первых, вообще что за инструмент, то есть с чем ты собираешься работать, и уже потом о нем, может, какие-то всплывают нюансы. Но обычно вот документация, там, можно заглянуть в документацию, посмотреть, что это вообще делает, как это делает. Ну обычно не врет. Ну бывает, конечно, нюансы, там баги заводят. Но документация ознакомится хорошо. Но иногда порой, да, вот ты садишься и такой думаешь, о, собака Т, интересно, похоже, забью, еще что-то попробую. Да нет, нет, ты же не так делаешь, ты приходишь на существующий проект, там уже все размазано этими транзакционами. Ты копируешь чужой метод, который надо меньше всего поменять для того, чтобы он стал твоим авторским. И все. Ты ржешь, ты ржешь, а я когда новый контроллер добавляю, я пишу так, я сижу и думаю, какой из них больше всего похож на то, что мне сейчас нужно. Я не ржу, я не ржу абсолютно. Потом я копипащу, меня и назваю, ну понятно, и все. Да, да. Я вообще не считаю, что надо начинать писать. Ты думаешь, я помню, что там надо объявлять, в каком порядке. Проблема с чтением спеки вначале заключается в том, что не очень понятно, когда его закончить читать. Ну понятно. На третьей главе обычно. Я не знаю никого, кто-то четвертый читал, Леша. Три главы читать. На самом деле, есть для этого вот Google, есть для этого некоторые вот сайты всем известные, да, куда можно попасть и вот пару строчек прочитать там по диагонали. И у тебя уже какое-то понимание стало. А что за сайты, что скрываем? Нет, ну вот тот же самый Билданк довольно популярно, многие темы рассказывают. Евген красавчик. Евген, да. Вот. И, грубо говоря, в больших случаях, если какой-то вопрос возникает, да даже вот exception у тебя возник первое, ты просто его гуглишь и видишь, либо это Stack Overflow, либо это Билданк. То есть вот. Почему Билданк? Он Билдунк. Билдунк, конечно. Билдунк. Все. Билдунк. Данк, знаешь, что такое? Знаю, в баскетболе сверху когда бьешь. Нет. Это навоз. По-английски. Кому что? Мы продолжаем. Тут это все отрезано. Данклип. Куча навоза. А вы представляете, что было, если бы... Я на Паворконтревел ездил. Хорошо. Вы представляете, что было, если бы он назвал именем своим сайт. Вообще было бы сложно произносить. Там же имя такое. Не, Евген, да. Фамилия, фамилия, фамилия. Вот. Так и есть. Наш большой дружище. Все, программа. Он нам с жопа-бадди помогает. Шутим про говно, да, Алексей? Совместно. Началось? А мы все-то сидели, ждали, пока мы начнем. Нет, это интересно. Я все... Ну так вот. В общем, ты открыл и что-то увидел по диагонали, как ты прочитал, и ты уже примерно понимаешь, что ты сейчас напишешь. Потому что если у тебя вообще никакого понимания нет, что ты будешь писать, как ты будешь писать. Но, с другой стороны, когда ты всё-таки уже там не джун и пришёл даже на проект, у тебя уже есть какое-то понимание, как ты будешь писать. Ты взглянул на какой-то код, увидел что-то, ну, и начал что-то писать. Так все пришли, сказали, смотри, друг, вот там вот. Вот прям вот там вот. Вот возьмёшь вот это. Вот там. И потом вот эти четыре строки поменяешь. Это твой первый рабочий день. Нет, подожди, а еще закоммитить, пройти ревью или нет? Или это уже во второй? И ты практически просто видишь, ну везде вот все, что я копировал, там везде был транзакшнл. А потом такой рекверт с нью. Так смотри, все происходит. И ты просто такой, типа, в этих желтых строчках, в скобочках, можно что-то писать. Смотри. И ты откроешься новый дивный мир. Значит, рассказываю, рассказываю. Там просто все зависит от того, в самом первом, значит, вот, там, ком, не знаю, в самом первом классе, который в проекте был создан, там человек написал транзакшнл или нет, все. Не-не, практически так. То есть, практически так. То есть, дальше просто... Либо ты раскопируешь, либо нет. Некоторые просто не знают, что есть транзакшнл. Просто есть такая штука, что они же, ну, концепция достаточно простая, так вот, если прям на трех пальцах объяснять, да? А если на четырех, уже не такая простая. А на десяти так вообще сложная. То есть, и вот в этом вот штука. То есть, ты для себя открываешь, что, ладно, собак транзакшнл, все хорошо, как бы... Ну, еще раз, надо... В лишний раз в базу не ходишь. У Белдунга, у Белдунга проблема. Надо понять, какой транзакшнл. Вот я еще раз говорю. Это вообще не шутка. Ты вот сейчас на местах вышел на идиота, и правильно. На этом остановимся. Я не буду рассказывать тебе эти истории замечательные. Вот. И потом ты смотришь, да, заходишь в нее, в какой-то момент ты видишь, что кто-то написал там, requires new, или что там еще есть, supported. И ты такой, ну, вообще, вообще как это, блин? Что это такое? Это что, так можно? Почему? А зачем? Откуда скобки, во-первых? Ты начинаешь заходить туда, нажимаешь Ctrl-B. Естественно. Ты заходишь туда, смотришь. Что эта штука делает? А там вообще непонятная документация. Ее нет. Как, кстати, ты объясняешь пропагейшены? Те люди приходят с вопросами? Ну, приходят, конечно. Но вопрос в том, как объясняю пропагейшен. То есть, надо понимать, что их вот есть много. Там табличка 7 вариантов пропагейшена. По факту, много ты из них не используешь. То есть, ты из них либо не используешь ничего, используя дефолтный, require, либо ты начинаешь новую. Потому что, опять же, пишем на GPA, nested нам не подходит. Опять же, большие какие-то… В общем, nested не подходит. Ну, GPA, transaction manager, да, GPA. В общем, нету там реализации сейфпоинтов вообще. Но он же не упадет. Кто не упадет? Ничего не упадет. Если ты напишешь над методом nested, там не будет exception. Нет, он упадет. То есть, если напишешь над методом nested, если ты используешь хибернейт и GPA, то там просто нет сейфпоинтов, в принципе. И он даже не… Типа, ну что там, будет not supported или что? Я никогда даже не писал. Он ничего не сделал, он просто скажет, невозможно, нету сейфпоинтов в реализации GPA-диалекта. Круто. Я даже никогда не писал, так я не пробовал. Да потому что это не нужно, в большинстве случаев. Вот зачем, опять же, аннотация never? Ну, зачем? Вроде transactional, а вроде never. То есть, никогда нельзя. То есть, это скорее уже для безопасности. То есть, это уже когда-то достиг, наверное, какого-то дзена, да? И понимаешь, что вот тут нельзя транзакцию никогда. Вот. И ты ее ставишь never. А сходу пример придумаешь, когда транзакции не должно быть вообще совсем никогда? Ну вот, и есть метод, которым вообще нет логики, например, с базой данных связанных. У меня все такие. Вот. То есть, например, у нас есть какой-то метод, который у нас что-то обновляет, что-то делает, а есть метод, который у нас там вот что-то там в верховоде делает какую-то логику внутри базы, там рассчитывает какую-нибудь битовую маску или что-нибудь. Ну, то есть, то чисто программа, чисто логика внутри программы. Но где-то она там вызывается в транзакции. Вот. Вот там можно never поставить, например, чтобы ее где-то в другом месте с транзакцией не вызвали. То есть, но с другой стороны, нет, здесь, наверное, не поставишь. Все равно вызовут. Здесь нельзя, да. Здесь ее просто уберут. Да. Вот, то, что в exception будет. Почему, да, зачем? Так, а может быть, наоборот, как некоторый маркер, что, типа, сюда не ходи, там, эта штука долго работает, сюда не ставь. Или, может быть, наоборот, кто-то хочет или, наоборот, кто-то хочет оптимистическую блокировку реализовать в каком-то месте, и, наоборот, в базу ходит, но хочет без транзакции ходить. То есть, вот, оптимистическую блокировку используя. Я тоже думаю, что never – это история, когда мы говорим, мы вот в этом месте работаем только с сущностями в стейнде-тач. Да, наверное, вот. Потому что, типа, когда мы что-то хотим делать, вот оттуда вызвали... Ну, да, да, да. Просто ничего не держать. Ну, там... Лейзии не боишься получить, например, лишний раз. И ты там сразу как-то на ДТОшку мапишь, и ты понимаешь, что тебе ничья транзакция не нужна. И, как бы, ты должен быть уверен, что ты вот здесь живешь в условиях собственных... Ну, как бы, они у тебя получаются те, которые ты задал всегда. А не то, что сверху какая-то пришла транзакция, поменялось поведение. Да, и все. Да. А, слышь, логи, чтобы работали. Какие? Ну, любые. А, ну да, типа, вот в этом случае, кстати. В этом случае, если уж дошел до конца метода, то, наверное, все хорошо. Чтобы лог работал, Алексей. Или не работал. Хорошая, кстати, тема. Вот ты про логи спросил. Да это не хорошая тема. Она знаешь, чем нехорошая? То, что действительно... А есть кто-то, кто все это реально... Так я не знаю. Покажите мне человека, который использовал... Есть спека просто, да. ...который использовал хотя бы, ну, там, я не знаю, половинку. Вот сейчас еще, кстати, вспомнил насчет этого лога. Необязательно на логирование. Я видел сам пример, когда делается try-catch. То есть внутри транзакционного метода перехватывается try-catch. Ну, это, конечно, прям... И в случае catch пишут транзакции неуспешно. Вот это вообще прикольно. Это любимый мой пример. Ну, если за строки платят, то... То почему нет, да? Конечно, бессмысленные строки. Люди, которые с некий сроу в ламбоке сделали... Очень плохо. Там менеджер сказал, за строки платят. Говорит, оптимизация. Все обязаны писать сосники из роуз класса. Все. Люди деньги теряют. Ты ржешь, вот, Алексей. А люди теряют деньги. Давай спросим, наверное, побольше про... Потому что мы тебя первый раз вообще видим. Да? Отличный парень. Но чем ты занимаешься? Я вообще, ну, в Росбанке вообще занимаюсь разработкой. Вот буквально с марта месяца я еще и темлит в команде. У нас, в общем, платформенная команда... Большим людям большая ответственность. У нас команда разработки мобильного приложения, ну, дистанционного банковского обслуживания. Короче, ДБО. Ну, в общем, мобильное приложение, когда вы заходите, там, деньги с счета на счет перевести, там, по СБП кому-нибудь что-нибудь перевести. Вот. Мы для него пишем микросервис, бэкэнда. Вот. Ну, собственно, вот я нахожусь в платформенной команде, мы занимаемся такими сервисами, как авторизация, там, история операций. Ну, то есть то, на чем все держится. А там аккаунты, то есть без чего мобильное приложение работать не будет. То есть, грубо говоря, там, программу лояльности подключить, там, это не так важно, да? То есть, или там... Нет, тоже, конечно, важно, но уже оно немножко на второй план ходит. Там priority какой-нибудь, паст добавить, там, или функционал, там, чего-нибудь, ну, не супер важного. Там она уходит в фичи команды. Мы, как команда платформенная, мы за то, чтобы вот работало приложение, чтобы ты мог туда войти, увидеть свои балансы, связаться там с оператором, если что-то там перевести, какую-то проблему решить. Вот. Лично я вот в основном занимаюсь сервисами авторизации как раз. И вот, ну, и обновление клиентских данных. Вот. Чтобы клиент мог сюда войти, там, с актуальным количеством филиалов. Допустим, он, вот сейчас он пошел в отделение, в Питере, например, открыл себе другой филиал, ну, другой счет здесь. У него должен второй филиал появиться, подтянуться, он там в токене все должен обновить и подключиться уже, и увидеть эти счета сразу, чтобы там не ждать ничего. Вот. За это ответственным. Вот. И вот как раз, когда подавал на G-Point, сталкивался с сервисом P.F.M. Я тоже расскажу про него вкратце. Это менеджер трат. Вот. То есть там вот самое интересное, что, как это работает. Есть история операций, которая была натранзачена. И P.F.M., он ее должен суммировать определенным способом. А ведь там не так все просто. Там не просто я потратил 50 рублей в пятерочке, там, 20 рублей в перекрестке, еще что-то. А там есть hold, unhold, начисление бонусов. А это как каждая операция идет. А вдруг ты купил пылесос сегодня за 24 тысячи, а завтра тебе их вернули. А как в P.F.M. это учитывать? Тоже надо как-то учитывать. Вот. И вот там было очень много вопросов с транзакциями, с однопатентной все обработки. Вот. Это вообще очень, вот, был такой, один из самых интересных, одна из самых интересных задачек по решению. И вот, наверное, поэтому я решил на транзакции, собственно, доклад предложить. Слушай, а какие у вас нагрузки? То есть мы говорим про хибернейт, мы говорим про Spring Data GPA, да? Я правильно понимаю? Да, да. Ну, потому что там так-то R2DBC может быть. А про какие нагрузки мы говорим? RPS-ов-то сколько? Честно говоря, про RPS я вот так не скажу. То есть нагрузки, трестирование проводим, там нормальные значения. Но первый батлнек мы всегда ждем на базе, правильно? Батл что? Батлнек. Ну, первый узкое горлышко, бутылочное горлышко. Когда у нас, ну, начинает система тормозить. Ну, как сказать, ну, вообще у нас другое узкое горлышко есть в банке, скажем так. Но это не база. То есть база обычно хватает. Без запасники. Да нормальная у вас зарплата. Просто не дают теплоиться. Нормальная у вас зарплата, чего? У нас другие. Другие есть узкие горлышки, похуже. То есть с базой, как правило, все хорошо. То есть база там, ну, в редких случаях бывает, что там кто-то индекс забыл добавить, и там база раз в 100%. Что у вас по бэкэндам, по базам интересного там? Интересного? Ну, какие? Postgres? Postgres, да. Ну, в качестве... Kafka? Ну, да. В качестве брокера сообщения Kafka, в качестве кэша Redis обычно используем. Там, где, грубо говоря, не хочется базу нагружать, на Redis переключаемся, то есть, чтобы можно было тут что-то считать. А масштабирование как? Масштабирование, ну, тоже по-разному. У нас OpenShift, и в нем у нас... Ну, а Postgres-то как ее растянуть? Слонами, слонами. Слонами, да. Ну, у нас несколько ластеров, их дополнительно подключают. Ну, да, это не идеальное, наверное, решение, но... Ну, работает и хорошо. Если работает, то оно идеальное. Конечно, естественно, Алексей. Просто интересно было вот именно по количеству операций в секунду, потому что когда-то ты... Если ты очень много пишешь, то писать-то приходится в мастер, потому что там мультимастера нет. Пишешь в мастер, читаешь с этого... Ну, с реплики. С реплики, да. Ну, и все. Нет, это в случае, если ты читаешь больше, чем пишешь, тогда ты можешь это делать. А если ты дофига пишешь... Да, а если ты, как это самое, евангелист какой-нибудь компании, много пишешь и мало читаешь... Не-не, ну, я тебе могу привести примеры таких систем, где ты просто постоянно пишешь. Я не знаю, какой-нибудь съем этих... Блогеры все. Ладно, да, я понял. Всякие смарт-митры. Да нет, ну, понятно, бесконечный иот, короче, весь. Никто там читает раз в месяц. Весь иот, да. Да, весь иот. Все, что агрегируется. Ну, конечно, да. Да, это понятно. И там надо как-то распределять запись. Ну, там тоже есть свои подходы. Конечно. Революционки берут, выкидывают. Да, ставят Кассандру, Сцилу, все, что угодно. Все, что угодно, да. Монгу. А у вас есть что-нибудь еще, кроме революционок? Ну, вот, говорю, в качестве каша Redis используют. Ну, Redis это... Слушай, Леша, а ты уже знаешь... Может, вы знаете что-нибудь? Есть же все эти бесконечные у Spring'a, и в том числе у Gpa. У него же есть у Spring'a Gpa, и у него же есть куча бесконечных каких-то драйверов, адаптеров под все вот это. То есть там... Spring'data. Да, Spring'data, вот это он умеет с чем угодно работать, там, по-моему, с любыми вообще. Да дофига там. Нет, ну в смысле дофига, там дофига революционок. Не то, нет, там есть много чего всякого. Есть просто Spring'data Redis отдельно, есть Spring'data Elastic отдельно, это другие проекты. Это не Gpa, а это Spring'data что-нибудь. Нет, ну это просто другой проект. Мне интересно, кто-нибудь этим пользовался? То есть вот мне просто интересно, ваш опыт, вы не пользуетесь? Spring'data Mongo, пожалуйста. Ты пользовался? Конечно. Зачем? Ну, потому что приходят JSON'ы, и ты их вот как Raudato туда складываешь, а потом уже как-то отдельно партишь и по базе распихиваешь. А еще просто в Postgres табличкой не положить, какая разница? А зачем? Там очень много... А зачем еще заводить Mongo? Очень много приходит, ну потому что, во-первых, ты туда нативно кладешь, а еще такой момент, что у тебя там нет схемы. Нету схемы, конечно. Это очень хорошо, потому что какой бы Джейсон не пришел, ты эту Raudato сохранишь. У тебя что-нибудь там будет? Да и в Postgres тоже... Агент, точнее, я тебе код покажу. Ты про Jason B? Да нет, строкой кладешь и все. Да, я понял, да. Зачем еще строкой кладешь, а потом все. Это просто кладбище строк. Да, так и есть. Это просто кладбище блобов, которые ты просто потом... Ну ты хочешь потом как-то выбирать по каким-то параметрам данные, наверное, да? Ну да. Ну да, ну а как? Да просто... Он, в общем, сделал Jason B. Poli, он мне вчера рассказывал, и говорит, все тормозит, теперь тексты. Да, давно уже строки и тексты, конечно. Ну и все. Так а зачем ты паришься? Алексей, ты же кладешь, смотри, тебе даже в Монге нужен ключ и значение, правильно? Ну ты ключик-то положи, по которому ты будешь эту длинную строку вытаскивать, и все. И в Postgres отлично. Одна кого-то ключик. Нет, нет, я выбираю не по ключу. Я выбираю не по ключу. Я выбираю по какому-то параметру. Ну в этом, да. Да зачем? Зачем? Надо мне так. Это плохая идея. Потому что за деньги... Если за это платят деньги, то это хорошая идея. Ну да. Если отнимают, то плохая. Так в итоге, что с неральционками? Ну, говорю, нет, только вот Postgres до Redis используем. То есть с неральционками только Redis. Монга ДБ нет. И не возникало желания или потребности? Пока как-то вот, пока нет. То есть как можно не упереться в возможности RDBMS? Ну говорю, вот, все работает с базой. Какой? Давай так. Нет, нет, нет. JPQL или... Начинается. JPQL или Query DSL? JPQL, наверное. Ну, я даже сложно сказать, то есть... Или Native. Я стараюсь... Вот лично я Native не люблю. То есть вот я, когда вижу Native запрос, я стараюсь его как-то переделать на... В идеале метод Query какой-нибудь маленький еще. А что случилось? На самом деле ничего. То есть тут вот ничего нет. Но вот я вот такую ситуацию увидел, скажу. Просто дискриминация. Тогда начинается, Алексей, ты начинаешь опять там Flyweight против Liquidbase. Вот еще момент с транзакциями. Есть запрос репозиторный, Native, Skip, Select for Update. Вот. И есть запрос, который его дергает. И с виду как бы работает. Он даже транзакшнл и все остальное. Да, да, да. Но когда влядываешь внутрь, ты в этом запросе вызывается не просто репозиторный метод, а он вызывается из Completable Future. То есть, соответственно, туда не улетает транзакция в этот запрос. И получается, что опять, вот этот SkipBlock не работает. Блокировка не ставится. Вот. А мы это даже не видим. Тесты проходят, все хорошо, там, когда там парочку данных записал, они записались, ну, красота. Вот. А когда дело до проды доходит, бац, там косяки возникают. Вот. И вот такие моменты с Native Query можно не поймать просто. Он же в базу отправит все, что есть. А как бы... Да, да, да. В этом смысл. Ну, да, нет. В этом и плюс, и минус. Native. То есть... Если ты профессиональный электрик, ты можешь без перчаток. Но недолго. Но недолго. Нет, на самом деле тут такое дело. Даже если ты профессиональный электрик, да, там, можно вот, говорю, страховку не использовать и провод... Ну, не от электричества умереть, а с гаража упасть и голову разбить. Слушайте, а вы как-то используете там какие-то тулы, которые говорят о том, что вот там Native Query? Подсветка синтакса, в смысле? Есть так. Ну, то есть, как-то, я не знаю, может, автоматически какие-то. Ну, у нас есть там скоп-параметр, который нужно включить для подсветки, но... Там просто... Обычно не пользуюсь. Там старцы парсятся, если видишь, что Native написано, там просто сразу уведомление об увольнении. Приходит человек, и все. Доклад сегодня у тебя будет, и... Восемь часов, мы выясним. Владимир, да, Владимир Ситников будет у тебя экспертом. Ты вообще, ну, представляешь себе, что за зубр будет эксперт? Да-да-да, как тебе не повезло. Надо чуть-чуть включить микрофон. Ну, конечно, представляю, почему нет. Уже общались с Владимиром, и переписывались активно, и по телефону общались, потому что в последнее время как-то с ним сложно связаться. Вот, заняты им на работе. Это доклады ревью. Последние пять лет. Что такого плохого? Нет, ничего плохого. Но ты просто суперэксперт, действительно, в этой области. Мне было стрёмно бы. Да? Я бы засал. Слушай, а кто у тебя будет экспертом? Воба? Не-не-не, я, пожалуйста, на следующий. А как готовился, если не секрет? Да как готовился? Готовился по ночам в основном, потому что, говорю, с обычной работой времени не хватает. Даже как-то взял несколько дней отпуска, думал, сейчас я быстренько всё сделаю, фиг там. Пролежал на диване. Нет, как бы я реально занимался, но потом понял, что вот я это вроде всё сделал. Блин, а мне нужно как-то это показывать. Надо всё это замониторить. То есть это всё там, пока это всё навешано. А что самое долгое было? Придумать контент? Раскрасть презентацию? Да, кстати, презентацию я, наверное, довольно быстро нарисовал, то есть как бы на планшете. Вот. А, наверное, ну вот если так вот по таймингу взять, что самое смешное, самое дольшее у меня заняло навешивать мониторинг на всё это дело, чтобы потом посмотреть, как там Kafka рассасывается, как всё ещё, как всё это делается, то есть там как приложение кимитрики отдаёт. Ну это подготовка контента, в общем. Ну да, грубо говоря, в этом. То есть почему бы долго заняло, потому что до этого я этим не занимался. То есть я в основном код пишу, да, а вот как бы в DevOps я не лез. Вот. Ну и тут решил как бы разобраться. Ну и как бы и для себя полезно, и в принципе должно быть хорошо показывать. Вот. Ну и пока все эти экспортеры настроил, пока то всё. Но зато теперь раз и всё готово. То есть уже с этим... Лучше стал понимать? Это, кстати, да. Боль девопсов-то? Нет. Транзакшнл как работает. Нет, ну с этим, конечно, тоже начинаешь какие-то вещи, которые ты думал, ты знаешь, что они работают так, а потом ты как бы сам себе это придумал, что ты так знаешь, ты так это видел. А потом что-то я вот как же здесь что-то не упустил. И как бы, естественно, глубже прочитать, то есть подумать, посмотреть, залезть, там, брейкпоинты расставить, посмотреть, что откуда вызывается. Стопудово. Вот, да, и приходит понимание. Ну так, мне кажется, всегда. У меня к этому тебе просто специальный вопрос даже я подготовил. Вот в процессе презентации, да, бывает что-то вот подготовишь и что-то новое узнаешь. Что самое всратое ты узнал в процессе подготовки доклада? Вот что такое, что ты посмотрел, как это может быть? Я не ожидал такого. Как это вообще работает? Было у тебя что-нибудь такое? Ну вот прям такого, наверное, нет. Но вот для меня было большим открытием. Я вот, да, я часто слышал, да, что когда транзакцию поставил, все, соединение с пулом открылось и все. Но я вот думал, что оно такого быть не должно по-хорошему, да, ну если нету соединений с базой. Ты думал, что оно ленивенько будет? Ну, я думал, оно где-то определится хотя бы, может быть, при запросе к базе данных. А получается из-за того, что мы ставим, если у нас в пуле автокоммит не переопределен на офф или на фолс, то первым делом, что мы делаем интернет-транзакцию, мы берем соединение с пулой и отключаем у него автокоммит. И вот в этот момент мы берем пул и уже не отпускаем. А если мы это не делаем, то мы берем connection-пул только тогда, когда первый запрос в, ну, какая-то взаимодействие с entity-менеджером происходит. Вот тогда мы берем connection-пул уже. Вот, что мы уже там что-то... Это кейс, когда мы написали транзакшнл и ничего с базой не делаем. Он сам по себе, ну, такой. Ну да, это как бы понятно, что это ненормально. Оно же так и есть. То есть, опять же, если возвращаясь к аналогии с шахматом, да, там, вариантов-то много расставить фигурки, но просто большинство из них, они никогда не произойдут. Ну да, да, да. Нет, я просто вот до этого момента был уверен, что пул возьмется в момент старта. Ну, какого-то взаимодействия с базой. А это не так. Ну, то есть, если... Ну, в общем случае это не так. Ну, в общем случае это не так, да. То есть, нужно отключать сразу. Если отключил сразу автокоммит, то вот так вот и будет, как ты думаешь. Вот. Ну, то есть, тебя не удивила, например, вот эта вот вещь, там, допустим, Propagation Never, для тебя это было такое... Ну, ок. Нет, просто я с этим уже сталкивался, и как бы, ну, да, оно есть, но вот... Не сталкивался, как сталкивался? Ты видел, где-то такое написано? В спеке. В спеке. Все понятно. Ну, в этом и прикол. Ну, то есть, да, когда ты открываешь, ну, в разок ты вводишь, там же там скобки поставишь, там можно посмотреть параметры. Да, и вот интересно, а что за пропагейшн? То есть, как оно там используется? То есть, я, может, как-то до этого, во время подготовки с этим как-то... Мне больше было сложно объяснить, зачем их так много, то есть, и почему вы используете, по сути, только одно что-то. Нет, да вот в этом и прикол, что ты, когда читаешь Долку, ты такой, я все понял, зачем? Зачем я ее читал? А там следующая глава, в которой ты тоже читаешь, и потом, и здесь я тоже все понял, вопрос тоже. Пойду уволюсь. Вопрос тоже, да. В этом, да, в этом проблема вообще документации. Ну, вот, кстати говоря, про вот то, что транзакция только внутри ThreadLocal распространена, скажем так. Почему она в новой потоке не распространяется? Тоже вот многие почему-то... Многие задаются вопросом, а почему? Ну, вроде все нормально, как бы, ну, новый поток, новый поток. Какая разница, транзакция и транзакция? Вот. И даже вот Red Interest забил, ну, загуглил, нашел вот такую рафлотную статью и баг даже нашел. Оказывается, об этом в документации написано не было. То есть, вот, если по транзакции кликнуть, перейти в документацию, там раньше этого не было, а, по-моему, в 2021 году они только внесли там правочку, что это только внутри одного потока работает. Ну, вот, то есть, это не было написано. И люди задавались этим вопросом. Ну, как минимум один задавался этим вопросом. А ты представь себе, что у тебя есть локи на уровне приложения и еще там локи на уровне базы данных. Это в лучшем случае еще один слой локов. А иногда, как в случае с MySQL, им их может быть несколько. И вот у тебя начинается многослойная система блокировок. Зачем мне это представлять? Лучше просто пойти и сразу уволиться и пойти выращивать там в огороде, я не знаю, эти самые, пельмени, например. Потому что это и то более эффективно, чем с этим разобраться. Это кошмар. Алексею нужен профильный специалист. До многоуровневой блокировки это кошмар. Да нет. Это просто кошмар. Это само по себе понятно, что это кошмар. Просто вообще не надо этого делать. Я вот реально, у меня вот, со всеми вопросами возникают, когда ты читаешь такой, типа, ну, хотя бы один вот просто сидишь и придумываешь, вот зачем мне в жизни, может, это понадобится. Добавляйте, что мы выпендриваемся? Вот вспомнишь этот самый замечательный Owned by? Owning site. Ну, неважно. Owned by. Он у тебя что объясняет? Или как он там называется? Owned site. Нет, аннотация. Нет, а унинг site это термин, который есть в GPI спецификации. Правильно? А там дальше все. Там дальше либо у тебя joint column с указанием. Либо joint column, либо у тебя mappet by. А, mappet by. Mappet by, я перепутал. А, да, ты их взял и... Я, да, и у меня кашу говорит. Да, да, да. Mappet by. Вот. Ну, люди, mappet by, one to many, many to one, все понятно, кто из них, значит, владеющая сторона, да, значит, там туда-сюда. И, сука, нигде не написано, что такое владеющая сторона. Тут все хорошо, только что это такое, никто не знает. Действительно, каких-то вот практических вещей. То есть вот реально, вот тебе говорят, значит, юни-дирекшнл и как бидирекшнл. Так правильно я сказал? Не помню. Юни-дирекшнл, бидирекшнл, да. Что это такое? Зачем это нужно? Они говорят, вот бывает так, бывает так. Вот это так, вот это то, вот это сё. Ну да, это просто примеры. Либо их вообще нет, либо они очень синтетические. Вот какой самый такой юзкейс у тебя? Был когда-то такой, блин, ну это что вообще? Когда вообще мы можем это применить? Нет, не обязательно это вообще. Когда ты смотришь такой, блин, вот это зачем? Действительно, вот ровно один случай, я его увидел. Да? Ну да. Не бывает такого? Да, у меня постоянно. Я каждый раз, когда, например, вечером сижу, до шести утра, вот пишу, потом просыпаюсь, думаю, нахрен я вообще всё это. Ну вот, кстати, ещё распространённая ошибка, когда когда requires new propagation. Ну поставил, да. Да, есть такое ощущение у многих, ну вот на моей практике, что та, она как бы транзакция, та, она как раз save points создала. Ну понятно. Да, 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 да. Ну и потому что как бы английских слов оказалось мало для того, чтобы описать и нам. Понимаешь? Да, да, да. Ну они просто синонимы там. Ну типа nested requires new. Типа это требует новую, а что со старой? А nested это типа ну какая-то там гнездящаяся. Вложили. Гнездящаяся. Нет, подожди, это не гнездящаяся. Nested это, может быть, на дострадательном залоге давай придумаем. Гнездящаяся. Нет, это как-то не. Ну ладно, пусть будет гнездящаяся. Ну да. Гнездящаяся транзакция. Слушай, а есть что-нибудь с распределёнными транзакциями у вас? Ну в докладе я не показываю это и у нас тоже это не используется, потому что сервисы обычно у одного сервиса одна таблица А какие распределённые транзакции вообще в спринге-то, да? Да я не знаю, например, через кавку, например, какую-нибудь транзакцию отправить, то есть продюсер, консюмер, чтобы они транзакционно работали. То есть он там сообщение получил, с транзакцией объявил ему, что вот только раз так. Это непонятно, зачем кавкой слать, если ты будешь делать распределённую транзакцию. Тогда уже синхронные шли. Логично. есть общая рекомендация про распределённые транзакции. Ребят, спасибо большое. У нас в гостях был Никита. Никит Летов, Росбанк, Никита. Спасибо, что пришёл. И мы тебя, надеемся, твой первый блин не будет комом. И не пухни пера на докладе. К чёрту, да? Говорят. Да, всё, ребят, прощаемся, увидимся. Вы увидите с Лёшей в эфире, здесь, в студии, через сколько там, минут через 40, наверное. Так точно, да. Вот. А я побегу делать вид, что я что-то понимаю в докладе Дима Завалишина. Так что всё, давайте. До связи, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok